доброго здравия всем в одном из своих предыдущих видео я обещал что проведу беседу с одним человеком который чуть было не лишился части мозга и только благодаря соку пихты и полипринолом вернул себя к жизни этим человеком как я чуть позже узнал оказался сам президент компании тайга 8 дмитрий лаевский который собственно после этого случая и занялся изучение воздействия полипринолов на человеческий организм беседа наша состоялась на летней веранде одного из ресторанов города сочи когда я там был на годовщине и поскольку я не до конца подготовился я просто не успел приобрести петличку для диалога кстати мне минусы замечания то ресторанная фоновая музыка на заднем плане несколько сливается с речью но так не критично иногда это придает даже ощущение уюта и настроения ну к тому же как мне кажется диалог разобрать будет не сложно в любом случае заранее прошу прощения за качество на данный момент для таких случаев петличку я уже приобрел а так что в дальнейшем таких ошибок больше совершать не буду но приятного просмотра надо по окончании интервью не разбегайтесь сразу у меня для вас будет очень серьезная информация которая больше чем уверен никого не оставит равнодушным и даже ни одна так что до встречи после беседы ну вот всегда было интересно как с чего это все вообще началось это идея с тайгой восемь почему тайгой восемь ну наверное путь да именно с чего было начало положено ну во первых все началось в 2010 году когда мы с супругой создали компанию и начали заниматься продуктами которые сохраняют молодость мне тогда было сорок супруге 37 ну и соответственно мы вывели на рынок практически первые вывели на рынок продукты которые сохраняют молодость но мы вывели продукты которые ты ешь и таким образом ты активируешь молодое состояние а потом наступил тринадцатый год так как у меня у меня бизнес история достаточно такая богатая и в тринадцатом году начался кризис собственно говоря он начался тринадцатом не в четырнадцатом в этот момент да в этот момент у меня начались проблемы во втором моем бизнесе у меня еще рестораны есть собственно говоря на этом фоне в апреле четырнадцатого года у меня произошел инсульт шел инсульт это тринадцатого апреля было четырнадцатого года в общем я плюс еще к этому я находился дома тогда то есть я не понял что у меня инсульт то есть это было конечно ужасно я был какое-то время парализован потратил речь потом это начал двигаться опять в общем и находился дома в течение пяти дней потом вызвали врача и поняли что у меня инсульт меня отвезли в больницу я там лежал на капельнице наверное две недели со мной никто не разговаривал две недели я потом спрашиваю почему они говорят ну мы ждали когда ты каждый день когда ты отойдешь в мир иной в общем да потом меня отвезли в мешалку на сделали трепанацию черепа перекинули артерию так как тромб оказался непробиваемый по сути дела ну и все отправили домой назначили кучу лекарств при этом запретили практически все курить не пить не заниматься спортом не нервничать сексом по расписанию и так далее ну то есть ужасно но я в 44 года тогда мне было 44 я против превратился практически в пенсионера в общем я всегда говорю что я еврейский мальчик с русским характером я начал исследовать то есть во первых что мне давали принимать я тогда у меня была депрессия поэтому я начал пить они депрессанты пил статины и я начал следовать что вообще я принимаю потому что каждый день мне практически приходилось собираться по два-три часа после того как я просыпался в общем в итоге я понял что то что я пью вызывает у меня еще чаговые проходания памяти а для меня это означало что очень близок альцгеймер ну я изучил эту тему уже в дальнейшем процессе в дальнейшем понял что альцгеймер на самом деле является эпидемией сегодня у каждого у каждого десятого шестидесятилетнего альцгеймера у каждого второго восьмидесятилетнего альцгеймера то есть это эпидемия на самом деле ну и я в то же время начал читать в интернете начал искать какие-то более скажем так не химические элементы искать здоровые элементы натуральные элементы которые меня смогли восстановить в общем эта история ну такая уже появление этого продукта это июль месяц пятнадцатого года мне приходит письмо не хотел бы не хотел ли я бы рассмотреть продукт для продления молодости какая мне тогда молодость вообще не до молодости было мне нужно было нейроны нейронные связи восстановить мозг просто восстановить в общем я смотрю на ингредиенты которые мне предложили вижу что там да действительно много элементов которые бы продлевали молодость но бизнес тогда меня не очень уже интересовал вернее ну конечно интересовал потому что я оказался в огромной финансовой яме но не настолько чтобы не думать о своем здоровье в общем я увидел в одном из ингредиентов я увидел нейропротекторные эффекты состояния нейронов и нейронных связей и мы поехали в Томск так как я сам из Новосибирска мы поехали в Томск встретиться с производителем посмотреть им в глаза пощупать что это такое тогда когда мы приехали я понял что это ну я говорю что это алмаз который можно просто огранить было бриллиант в общем история этого ингредиента очень такая ну скажем так древняя 80 лет исследований российских ученых исследования хвои при этом инвестировали в производство этого ингредиента именно австралийцы ну там тоже есть своя история австралийцы на самом деле с узкими корнями с российскими корнями то есть за время ученые вагиф султанов султанов он переехал из Питера в Австралию его пригласили на работу он там остался потом организовал компанию вывел компанию на IPO и затем получил 100 миллионов долларов австралийских денег и они инвестировали в производство в клинические исследования во всю эту историю в общем я решил попробовать пить этот продукт вернее не один продукт а сразу два ингредиента это полипринол это собственно как основной ингредиент в клеточный церквиктор и в то же время я пришел к своему лечащему врачу и сказал что я отказываюсь пить статины я отказываюсь от антидепрессантов естественно там определенная схема была отказа потому что нельзя это делать резко но тем не менее в течение двух недель я закончил с этими лекарствами начал пить вот то что мне рекомендовали я имею ввиду уже не врачи а ребята которые находились непосредственно в производителе там у них лаборатория есть в общем через два месяца я почувствовал себя просто ну я восстановился практически на 97 на 98 процентов я начал ходить в спортзал я начал у меня я с утра просыпался я со светлым сознанием просыпался то есть абсолютная разница между тем что было до и что стало после тогда же я решил монетизировать эту историю то есть я решил из этого сделать продукт который бы был который бы могли просто использовать люди вокруг меня там люди с проблемами люди без проблем потому что реально действие продукта просто очень обширное в данном случае помогло мне а вот многие сейчас я просто смотрю комментарии под видео и пишут что очень много альтернатив есть на идее 8 ну называют какие-то бренды я них не запоминал но говорят что вот тоже такой же там соптихты или соп кедра то есть вы проводили мониторинг какой-нибудь да конечно смотри дело в том что та формула которая у нас есть у нас она единственная то есть мы вот буквально я знаю что полипринолами занимается какой-то один завод да один завод один завод в Тонске занимается полипринолами но дело в том что мы создали продукт еще более уникальный чем сами полипринолы сами по себе потому что полипринолы можно купить можно купить в аптеке в принципе там 4 миллилитра бутылечек стоит порядка четырех с половиной тысяч рублей ну и то говорят уже не могут найти мы соединили полипринолы клеточный сок пихты вместе то есть клеточный сок пихты это жидкая субстракция а полипринолы масляные то есть у меня была задача чтобы мы соединили эти два ингредиента потому что каждый обладает своими сильными сторонами то есть полипринолы это если интересно я немножко биохимии расскажу он такой прям очень популярный то есть полипринолы это молекулы из которых состоит мембрана клетки растения при падании в армионизме они метаболизируются в такие же молекулы только человеческие которые называются далеколы далеколы восстанавливают клетки то есть мембрану клетки причем там цикл идет такой сначала восстанавливается печень потом половая сфера потом мозг потом сердечно-сосудистая система и так далее то есть на самом деле полипринолы это то что регенерирует клетки это по сути дела основное действие но не все клеточный сок пихты это мальтол и биодоступное железо железо необходимо организму для того чтобы кислород усваивался и так далее мальтол это природный консервант и кроме того это еще антиоксидант очень мощный то есть он защищает клетки то есть фактически мы регенерируем клетки мы защищаем клетки кислородом мы защищаем клетки от воздействия свободных радикалов то есть вот такие три мощных действия оказывает только наш продукт мы две недели назад или три недели назад мы получили патент на СИБЭКСП комплекс это наш комплекс который принадлежит совместно моей компании и компании Сологиф которая является собственно говоря производителем СИБЭКСП поэтому таких продуктов как у нас нет есть безусловно клеточный сок отдельно тут комплексно идет да здесь комплексно идет и по сути дела если людей интересует цена то у нас цена соответствует собственно говоря если ты берешь полипринолы отдельно а отдельно клеточный сок пихты у нас примерно такая же цена и получается но у нас есть потребительское свойство потребительские свойства продукта которые легко очень пить понимаешь то есть полипринолы сами по себе рапрен его очень ну не очень удобно пить там нужно три капли на кусочек хлеба там три раза в день то есть это ну это прям неудобно хотя я использовал именно в такой форме поначалу ну потому что не было теги 8 но мы сделали более потребительскую форму то есть там берешь пипетку капаешь воду получается шикарный пихтовый напиток запах нового года то есть и он достаточно вкусный а так вот для себя сколько пипеток нужно в одну порцию да значит одна порция в одной порции у нас где-то в районе 13 миллиграмм полипринолов рекомендую профилактическая норма это от 10 до 20 миллиграмм поэтому две пипетки одна пипетка на стакан воды два раза в день и все и ты собственно говоря профилактически восстанавливаешь далеколы которые на самом деле вымываются из организма практически каждый день ты понервничал ты чихнул ты там перетренировался у тебя далеколы вымываются таким образом идет мембрана становится неустойчивой то есть по сути дела мы таким образом даем через полипринолы далеколам возможность закрыть эти дырочки которые возникают в каждом организме это то что касается одного нашего продукта это экстра есть еще продукт блэнд я смотрел там ограничение возрастное даже есть да то есть например детям вот что рекомендуется детям значит на самом деле возрастного ограничения нет потому что продукт оба продукта вот наши это флагманские наши продукты блэнд экстра они абсолютно мазуральные там нет ни одного химического элемента то есть Сибэкспи комплекс состоит из полипринолов из клеточного сока пихты и из CGNC это хлорофилл каротиновая фаста то есть там нет ни одного химического элемента ты спросишь каким образом вообще существует допустим блэнд блэнд это сок прямого отжима не 6 таежных ягод прямой отжим мы добавляем туда Сибэкспи комплекс и он не портится в течение года мало того он не портится и дальше ну просто ограничение секретационное есть определенное да но дело в том что я обнаружил этот эффект когда мне принесли то есть мне нужен более такой скажем так потребительский продукт когда я думал о том чтобы расширить линейку чтоб не с одним продуктом выйти на рынок а с двумя хотя бы и сок это хорошая альтернатива была когда мне принесли я сказал сразу что мне не нужны консерванты никакие ароматизаторы никакие подсластители то есть должно быть все натуральное когда мне принесли я вспомню вскрыл этот дойпак у нас все продается в дойпак вернее бленд продается в дойпак я вскрыл дойпак и на следующий день я опять скрываю а он не бродит через день не бродит через два не бродит через неделю не бродит обычно сок прямого отжима ты понимаешь да то есть ты его кладешь на кухне вечером с утра он начинает бродить он просто скисает все это за счет как раз мальтола это натуральный консервант который как раз входит в жидкую форму клеточного сока пикта так что вот так то есть мы вывели два продукта один повкуснее ну скажем так у каждого свои вкусы конечно но бленд он такой он кисленький он натуральный он естественный там нет вот этой может быть немножко горечи такая какая есть в экстре поэтому деткам обычно дают бленд хотя да хотя на самом деле а экстра это под язык да? нет нет под язык это сплэш да это другой продукт а экстра это серебряная по-моему такая да бутылочка серебряная это экстра более большая дойпак это бленд но мы это может не правильно делаем между мы смешиваем экстра и бленд это абсолютно правильно я делаю точно так же я с утра просыпаюсь каждое утро я просыпаюсь рюмка бленда пипетка экстра пипетка стоуна и выпиваю разом ну мы на двоих делаем 400 и по две пипетки и того и того да две пипетки черных 400 чего? 400 грамм ну на двоих мы тогда делаем ну вы смешиваете наверное с водой да? с водой да а ну а я пью чистые то есть на самом деле есть один неприятный эффект то есть у тебя зубы немножко темнеют но это проходит тут же как только ты всполаскиваешь роп или ты выпиваешь воду да то есть ну так чтобы и воды с утра попить ну как начать день ну кстати я не очень рекомендую начинать день с бленда потому что все таки это кислый продукт и может не очень хорошо сказаться на кишечных ну пока спалю нормально ну тогда нормально но тогда нормально хотя я рекомендую все таки с утра выпивать не знаю там у нас вообще есть свой рецепт каким образом мы рекомендуем как стать сверхчеловеком ну это наш такой лайфхак мы берем экстра капаем я делаю немножко по другому так как я пью еще бленд экстра и стон но мне это необходимо обычно кому как мы рекомендуем мы говорим берешь стакан воды засыпаешь экзо экзокетоны заливаешь пипетку экстры и собственно говорят ты заряжен на весь день просто огонь то есть у тебя в 7 раз больше энергии у тебя уходит жир ты входишь в кетоз ну то есть вот такие я думаю что сложные слова я не думаю что мы сегодня успеем об этом поговорить но это очень интересная тема реально я к этой второй теме пришел чуть позже если интересно я расскажу ну в общем на самом деле вот наш продукт основной флагманский это бленд экстра я считаю что этот продукт нужен вообще всем всем без исключения у него нет никаких побочных эффектов он абсолютно натуральный то есть это условно говоря это все равно что ты идешь в лес и жуешь хвою то есть вот такой эффект должен быть ну там многие шутили тоже в комментариях говорят да лучше пойти там насобирать кучу хвои там пойти в блендер забросить или там да можно только нужно для того что получить вот эту маленькую порцию нужно пять килограмм отжать хвои там да ну попробуй тогда выпей то есть ну безусловно мы не говорим что вот только так и никак но если ты хочешь с этим извращаться ну делай как угодно да но дело в том что есть один момент дело в том что вот ты сказал о том что сравнивают многие с нами да действительно на рынке появляются и до нас были продукты с полипринолами но дело в том что мы все это все это продвигали искренне основываясь на собственном опыте и собственно говоря эти продукты стали известны я думаю именно благодаря тайге 8 то есть сегодня то есть сегодня тайга 8 кстати да тайга 8 это интересная история я давно придумал бренд который хотел назвать Т8 это как бы такая мужская буква ну такая Т да то есть не А устойчивая буква да устойчивая буква а 8 это моя цифра это цифра я еще фэншоем занимался в начале 2000-х годов и тогда собственно говоря я ну то есть я увидел что эта цифра она символ будущего символ бесконечности символ вообще вот такой очень устойчивый который идет куда-то туда наверх и поэтому сначала бренд назывался Т8 а потом когда я уже начал жить с этим брендом уже в процессе когда я прям влился в него тогда решили назвать Тайга 8 потому что ну таежная история это очень мощный сам по себе посыл потому что ну Россия там не знаю там одна вторая часть суши России состоит из тайги больше нет таких ресурсов ни у кого ни в одной стране мира как у нас и поэтому это символ еще Сибири ну я сам родился в Сибири поэтому для меня это тоже важная история сейчас обидно что там творится в Сибири конечно что вырубают все по-моему слушай ну это мне кажется для массового какого-то употребления вот эти все новости поэтому на самом деле леса остаются они стоят их огромное количество ну конечно не хотелось бы чтобы как-то пострадало это тем не менее да кстати знаешь задают вопросы задают вопросы типа а не кончится ли хвоя в тайге не кончится ну потому что во-первых это возобновляемая история а во-вторых мы используем продукты лесопроизводства то есть по сути дела хвоя никому не нужна она нужна только нам фактически но еще для приготовления эфирных масел пихтовых там и так далее то есть по сути дела это то что выбрасывается хвоя сама по себе это шикарная листва которая растет на сосне на пихте на еле в течение 10 лет при температурах от минус 50 до плюс 50 попадает не гниет там же шапки огромные накапливаются на самом деле именно поэтому на это обратили внимание еще 80 лет назад питерцы наши питерские ученые русские и они собственно говоря работали тогда еще с это сковоросило каротиновой пастой а потом вот проявилось еще новые свойства и благодаря в основном я думаю что во многом вагир султановичу султанов я с ним знаком просто он меня приглашал в Австралию я летал 2 года назад удивительный человек и поэтому я знаю о чем я в чем я уверен скажем так ну а как заключение врачей они наверное обалдели там после слушай вообще была очень интересная история когда я пришел я наблюдался очень известного невролога в Новосибирске и я пришел к ней и сказал Ольга Борисовна извините я больше не буду пить то что вы мне рекомендовали ну потому что я стал замечать моменты которые могут привести меня очень быстро к альцгеймеру а это страшно на самом деле ну это знаешь что такое альцгеймер теряешь память потом теряешь свои навыки потом теряешь себя и потом ты просто становишься овощем в общем и она мне сказала вообще ты в своем уме нельзя так делать ну я решил я принял решение она говорит хорошо только давай мы каждый раз в полгода ну собственно говоря как и раньше мы смотрим тебя полностью обследуем делаем МРТ делаем УЗИ делаем все исследования и тогда ну собственно говоря под твою ответственность да да под твою ответственность ты можешь пойти в эту историю ну и вот год назад она сказала что все хорошо что уже вообще почти симптомов нет и в мае месяце она подтвердила то что симптомов инсульта нет вообще я абсолютно здоров это конечно для меня огромное достижение потому что но то в каком состоянии находился тогда это было ужасно это очень интересная тема которая связана с тем увлечением которым я занимаюсь уже два года это биохакинг то есть биохакинг от слова взломать свое тело взломать свою биологию то есть эта история появилась в мире наверное лет десять назад и сейчас она получает просто ну то есть это уже мейнстрим это даже не тренд и сегодня мы то есть была интересная история год назад мы выводили на рынок чуть больше даже года назад мы выводили на рынок продукт который ну на основу мы хотели питание сбалансированное питание но не в форме порошка а в форме там геля и у нас все не получалось не получалось мы даже произвели первую партию потом пришлось ее отозвать в общем а мы мучились в течении ну не знаю полутора лет на самом деле над формулой инвестировали достаточно большое количество денег и в прошлом году в декабре я уезжаю на Гавайи ну решил не слушать русскую речь то есть там то есть там трэш был определенный в бизнесе там с людьми там и так далее в общем я решил что я просто отойду от всех и побуду один и это было год назад а два года назад я впервые столкнулся с биохакингом я организовал для себя там спальню определенную там влажность, температура там контроль воздуха там всякие девайсы то есть это был блэкаут, шторы там, беруши то есть ну то есть это нормальная история сон это очень важная вещь в принципе в жизни человека и на самом деле вот некоторые люди говорят там нужно спать 4 часа значит не теряешь много времени на самом деле нет нужно спать 8 часов полноценно это прям доктор прописал в общем я начал тренироваться определенным образом интервальным и я уезжаю на Гавайи и там снова начинаю изучать биохакинг и вижу систему питания которую используют очень многие биохакеры она подразумевает исключение углеводов исключение естественно сахаров фруктозы исключение ну углеводы это в принципе вот это все и есть углеводы исключение хлеба там крахмалистых изделий крупы крупиных изделий и так далее я давно слышал о таком стиле питания но никогда не обращал на него внимание оказалось что этот стиль питания это достаточно жесткий протокол называется кет и он используется при лечении эпилепсии при таким образом притормаживает когнитивные расстройства то есть как раз деменцию эльцгеймера и так далее я обратил внимание что есть другая система она более легкая которая не такая жесткая она называется LCHF low carb high fat низкоуглеводное высокожировое в чем заключается суть кстати вот очень интересно в чем заключается суть в общем и почему я сразу схватился за эту идею дело в том что если вернуться вот к тому к разработке продукта я не сильно я просто наблюдаю я хорошо можно отрубиться еще хорошо в общем я звоню с Гавайев в свой офис говорю ребята все закрываем проект списываем все на убытки у меня есть другая идея приеду все расскажу в общем я возвращаюсь и говоря о том что мы идем в историю то есть мы тогда собрали лидеров собрали отдел маркетинга и мы пошли в историю связанную с оптимизацией оптимизация энергии времени и тела значит по сути дела в чем заключал почему собственно жизнь нас вела к этому подводила к тому чтобы мы потеряли эти деньги то есть я имею ввиду потеряли деньги на разработке продукта потому что дело в том что если бы мы пошли в историю с тем продуктом то мы бы не смогли реализовать идею которую мы сейчас реализуем то есть что у нас получилось флагманский продукт это некая основа база то есть это восстановление клеток восстановление органов системы восстановление организма и по сути дела это то что ну это некая база но нужно делать следующий шаг следующий шаг заключается в том что ты переходишь в стиль питания которое тебе дает в 7 раз больше энергии, которое физически тебя абсолютно преображает, потому что у тебя начинает уходить жир, даже без физических упражнений. У тебя абсолютно фокус внимания, креативность, концентрация. То есть просто потрясающие моменты, как только ты переходишь, начав с лавренских продуктов, переходишь на наш стиль питания. Дело в том, что клетка устроена очень умно, ну то есть организм устроен очень умно. То есть я задам вопрос, в ледниковый период жили же люди, да? Чем они питались? Никто не задумывается над этим. Чем они питались? Они питались, там, я не знаю, мамонтов забивали, искали какие-то мерзлые земли, какие-то корешки. Углеводов не было. Вообще углеводы появились 12 тысяч лет назад, когда, собственно говоря, начала возникать аграрная революция произошла. Это тогда начали накапливать зерно, начались войны, эпидемии и так далее. В общем, если посмотреть, откатать назад, то, по сути дела, организм очень мудро придумал. То есть митохондрии – это энергетические станции, которые находятся в клетках организма. Их там миллиарды. Они вырабатывают энергию. Собственно говоря, вот мы сейчас говорим с тобой, да, там, мерзнем, там, не знаю, перевариваем пищу, у нас мозг работает, мы говорим сейчас, да. Все это подразумевает определенную историю, связанную с выработкой энергии. Вернее, с тратой энергии. Откуда она появляется? Из митохондрии. Метахондрии – это органеллы, это бактерии, древнейшие бактерии, которые при помощи кислорода и глюкозы образуют энергию. Но дело в том, что если глюкоза – это углеводы. Если нет углеводов, чем организм тогда будет поддерживать энергетическое состояние? Он поддерживает при помощи жира. То есть, по сути, жир перерабатывается в печени в кетоновые тела. И кетоновые тела – это намного более эффективный источник энергии. Понимаешь? То есть, одна молекула жирной кислоты дает 200 молекул АТФ. Одна молекула углеводов дает 32 молекул АТФ. То есть, откуда вот вообще в принципе это пошло? Я сам перешел в этот стиль питания. На этом стиле питания нахожусь уже на протяжении 11 месяцев, почти 12 месяцев. При этом я чувствую себя великолепно. Я с утра посыпаюсь, знаешь, это как фильм с Брэдли Купером «Область тьмы». Когда он глотает таблетки, у него все преображается. Вот примерно такая же история. При этом у меня ушел спасательный кровь. Ну вот этот вот. От которого невозможно. Я 30 лет не мог от него. Ну не 30, 20 лет точно не мог. 25 лет от него не мог избавиться. А сейчас я просто, я смотрю там периодически, там с утра просыпаюсь, смотрю в себя в зеркало. Я вижу, что у меня вообще, у меня плоский живот. У меня жира вообще не стало. При этом все это идет в пробу, понимаешь? Это огонь. И мы решили вывести эту линейку, усилить ее. И сегодня мы вот прям промотируем LCHF, то есть Low Carb High Fat. Я посещаю очень много выставок. Я был в сентябре в Лондоне на биохакинговой выставке в октябре в Хельсинке, вот в Мартиполичу, в Штаты. Там очень сильно промотируют эту историю, потому что реально это невероятно полезно. И все уже медицинское сообщество говорит о том, что углеводы вредны. Прямо это на что нужно обратить внимание. Ну, многих останавливает именно цена за тайгу. То есть сразу начинаются поиски альтернативы, сразу начинаются возражения. Сразу все делятся своим опытом, что вот я там, ну, если ты не бросай в блендер хвою и пошел. Ну, во-первых, я говорил уже о том, что для того, чтобы получить такое количество полипринолов, их вырабатывается всего 2 килограмма, 20 килограмм в месяц. Это максимальная мощность производства на сегодняшний день. В мире больше никто не производит столько. То есть это дорогое производство. И кроме того, если ты хочешь есть хвою, ешь хвою, но 5 килограмм в день, будь добр, съешь этой хвои, свеженькой, намели себе, там, блендер из бей, как угодно. Но просто меньшее количество не даст тебе того эффекта, который даже профилактически тебя не обеспечит этим количеством хвои, по сути дела. Это первое. Второе. Ну, 100 рублей это дорого, если говорим только о Эксли. 100 рублей это дорого, чашку кофе ты идешь в кофейню, чашка кофе стоит минимум самого дешевого, там, 150 рублей. В шоколаднице все 350, там, или в кофемании, да, то есть, по сути дела, ну, ты идешь, спокойно тратишь эти деньги. Ты тратишь кучу продуктов, которые тебе не нужны, вот реально, просто не нужны. Они только портят твое здоровье. Ты покупаешь сладкие вещи какие-то, я не знаю, и так далее. То есть, на свое здоровье это дорого. Почему я говорю о биохакинге? Дело в том, что биохакинг это осознанный подход к здоровью, в принципе. И почему я говорю о том, что сначала должен использовать наши продукты, потом необходимо перейти на стиль питания, которым я стал. При этом он дешевле, чем любой другой, потому что, кроме всего прочего, мы используем еще подход интервального голодания. То есть, аутофагия здесь включается. Аутофагия это процесс, за который в 16-м году дали Нобелевскую премию. Когда ты условно голодаешь, условно голодаешь. 8, 16, 24. Если ты ешь углеводы, то невозможно выдерживать такое время без еды. Если ты питаешься в основном на жирах, 70%, остальные белки, углеводы, то там ты вполне спокойно существуешь намного дольше. Я объяснил, почему это происходит. Так вот, если ты подходишь к этому осознанно и разумно, то это небольшой бюджет, прям реально небольшой. А от чего возникла сумма 100? Катя тоже говорила. 3000 рублей. Это как бы месяц. 3000 рублей, 25 дней, это одна экстра или один бленд. То есть, одной экстра хватает на месяц? На 25 дней. На 25 дней, да. То есть, пожалуйста. Ты можешь начать с этого, окей, хотя бы так, хотя бы вот так позаботиться о своем здоровье. Еще раз. Два слова о биохакинге. Биохакинг подразумевает периодические чекапы. Раз в три месяца я вот лично прохожу, у меня есть куратор, я прохожу исследование, ну то есть обследование. Сдаю анализы различные и если у меня что-то, где-то какой-то, какой-то минусок или где-то я не дотягиваю или наоборот превышение, мы исправляем постепенно. Это намного лучше, чем когда ты просто не следишь за собой, а потом приходишь к врачу и у тебя обнаруживают сахарный диабет, рак, черт побери, или когнитивные расстройства, или еще какую-то хрень, понимаешь? В этот момент какие деньги ты будешь платить за то, на чем ты сэкономишь, у тебя уже просто тогда не хватит денег на то, чтобы вылечиться. И кроме того, какой психологический стресс при этом испытаешь, физически ты во что превратишься после этого, понимаешь? То есть я еще раз хочу сказать, что мне не нравится слово профилактика, но мне нравится слово тюнинг, то есть по сути дела автомобиль. Мы постоянно, допустим, автомобиль ломается, мы везем автомобиль в автомастерскую, у нас в организме что-то ломается, и мы идем к врачу. Биохакинг – это про другое, это тюнинг, то есть по сути дела ты здоров, ты просто следишь за своими системами, и ты улучшаешь, повышаешь собственные показатели. То есть это абсолютно другой подход. Почему я на самом деле, ну я очень увлечен этой темой, потому что, ну во-первых, я вижу на себе результат, очень интересные люди вокруг собираются в этом сообществе, очень интересные люди приходят к нам в компанию, потому что люди осознанные, реально осознанные, и не только люди, которые пришли заработать денег. Потому что Катя говорила, что, ну хорошо, заработаешь ты деньги. А у меня просто есть примеры, когда ребята там в 50 лет зарабатывали огромное количество денег, инвестировали, кайфовали по жизни, ездили, путешествовали, хорошие машины, в том раз инсульт, и все, и тебе ничего не надо, в этот момент все, твоя жизнь закончилась, понимаешь? Поэтому инвестировать 100 рублей в день, это не инвестиция, это ты, извини меня, прослешь где-то намного больше денег, если ты будешь просто, ну, невдумчиво подходить к деньгам, которые у тебя есть. Благодарю за беседу, получилось, наверное, больше, чем надо. Да, одну порежешь, что ли? Да, да нет, резать я ничего не буду, кому надо, тот послушает и прислушается, подумает. Ну вот такая история исцеления, дорогие. Конечно, можно сказать, что это такой пиар-ход, и президенту компании выгодна такая сказка, чтобы привлечь как можно больше внимания к своей продукции. Но тот, кто не хочет ищет причины, чтобы все дискредитировать, а тот, кому нужно, будет видеть в этом возможность. Дальше решать каждому из вас. Да, многие заходят в магазин, я имею в виду тайги, вилави, и сразу хватается за голову о ценах. Но, во-первых, цены не такие страшные, как те недуги, которые может этот продукт исцелить. А, во-вторых, компания придумала партнерские бизнес-программы с постоянным кэшбэком при покупке. То есть, скажем, вы приобрели продукцию на 5000 рублей, и в следующую покупку вам на счет в кабинет магазина возвращается, там, с полторы или даже две тысячи, которыми вы можете воспользоваться при дальнейших покупках. Это делает приобретение этой продукции более выгодной и доступной. Да, для регистрации в кабинете нужно указать ID партнера. За этим вопросом обращайтесь ко мне на почту или в Telegram. Ну, или если кто-то из ваших родственников уже приобрел тайгу, и у него есть свой ID, можете, конечно, обратиться к нему. Так будет даже.